Парамоунт Пикчерс И Лукасфильм представляют Атака истребителей В фильме снимались Шон Патрик Фленнери Ронни Коттер Патрик Тумми и другие Оператор Джим Наткинс Композитор Джоэл Макнили Продюсер Джордж Лукас Режиссер Бен Бьёрт 2 февраля 1917 года Дорогой Нед, наконец-то я вернулся во Францию с Африканского фронта После того, что я там увидел, я решил во что бы ни стало помочь остановить эту войну Поэтому мы с моим другом Реми записались в бельгийскую контрразведку Здесь нас обучают техники военного шпионажа, радиоделу, шифрованию и анализу фотографий Сидеть в классе довольно скучно, но после резни в африканских окопах я даже рад этому затишью Однако мы обнаружили, что бельгийская разведка плохо организована И мало на что способна по сравнению со спецслужбами Англии и Франции Программа обучения настолько примитивна, что никто не воспринимает ее всерьез Иногда мне кажется, будто я вновь вернулся в колледж Пустая трата времени О мясорубке на Западном фронте не видно конца Пора что-то предпринять, чтобы заняться серьезным делом Я должен добиться перевода к французам Береги себя, Инди Зря ты не пошел со мной в ресторанчик Кухня там явно стала лучше Что это? Я подделал запрос от французов о нашем переводе к ним И разрешение на этот перевод от бельгийцев Где ты достал эти бланки? Тащил их в французской канцелярии И там же достал остальное Рэми От тебя требуется только Доставить их А если все откроется? Нас же посадят в тюрьму Нет, Рэми, не посадят Я отлично умею подделывать письма Слишком рискованно Рэми, для этого вы сюда и приехали Помнишь, что сказал доктор Швейцер? Добро сохраняет жизнь Зло, наоборот, разрушает ее Если нас посадят в тюрьму, мы ничего не сможем сохранить Если мы станем настоящими шпионами Может, наш плод поможет остановить эту бойню Ничего у нас не получится Ничего не выйдет Капитан Дефанс? Да, месье Рэми Бодуан? Да, месье Добро пожаловать в французскую контрразведку Присаживайтесь Я потрясен вашими успехами Ваш послужной список впечатляет Особенно Отделанная подпись на запросе о переводе Нам такие люди очень нужны Но сначала я хочу задать вам пару вопросов Бодуан, вы умеете готовить? Да, я хороший повар Капитан Дефанс Могу сварить яйцо Вы разбираетесь в самолетах? Нет Да, сэр Я летал несколько раз Хорошо Подождите здесь, я переговорю с моим начальством И вы получите задание Что ты наделал? Сказал правду? Готовка? Из тебя сделают повара, а не шпиона А ты зачем? Сказал, что летал Ты же ненавидишь летать Вольно, господа, садитесь Бодуан, вы возвращаетесь домой Что? Знаете кафе Нуар в Брюсселе? Да Вы его новый владелец Все наши шпионы будут подчиняться вам Вы будете главным связным с Белой Леди Это кодовое название бельгийского сопротивления И вы нам это доверяете? Нет, нет, это задание для Бодуана Что касается вас, Дефанс, мы пока не определились Так что пока вас посылают на Западный фронт Заниматься аэрофоторазведкой Всего на пару недель, капитан Пока мы не найдем для ваших талантов лучшее применение Бодуан, идемте со мной Я познакомлю вас с тем, кто объяснит вам вашу задачу Капитан Дефанс, пора ехать Мне надо идти Думаешь, мы еще встретимся? Кто знает Я не хочу прощаться, но спасибо тебе за все Мне предстоит изучать фотографии А тебе, как всегда, повезло Будешь в тылу противника помогать сопротивлению Благодаря тебе Да Что ж, береги себя, Рэми Инди Ступай Иди Рэми Рэми Постарайся остаться в живых Куда направляетесь, капитан? В 124-ю эскадрилью, в Равенель Это же американская эскадрилья Американская? Но ведь Америка не воюет Во Франции сражаются американские добровольцы Из них сделали летную часть И посадили на летающие галоши Вы пилот? Нет Я фотограф Летать безумие, особенно во время войны Да еще с бандой лихих американских хаблоев Уж лучше в окопах сидеть Эскадрилья Лафайет Осторожнее, сэр Эти американцы просто чокнутые Виски! Не бойтесь, он вас не тронет Виски, талисман из кодрильи Это он так здоровается Привет, Виски Капитан Дефанс Прибыл в ваше распоряжение Меня зовут Рауль Лавберри Я ищу отделение аэрофотографии Идите за мной Значит, вы и есть замена? Замена? Да Вот оборудование вашего предшественника Камеры, пластины и все такое Ваш самолет прибыл сегодня утром Вы сказали, самолет? Да, новый двухместный сомбич У вас будет отличный пилот, лейтенант Грин По-моему, меня посылали анализировать снимки, а не делать их Нет, этим занимаются в штабе Вы будете их снимать Значит, я должен летать? Нет Мы летаем, вы снимаете Сэр, это какая-то ошибка Никакой ошибки Любите грибы? Я ненавижу Хобби, Лен Это наш новенький Смирно Его зовут Дефанс Капитан Дефанс И он тоже американец Я тебя знаю? Хобби Бейкер? Это же я, Индиана Джонс Сын профессора Джонса? Ну да Глазам своим не верю Этот капитан, тот самый малокосос, что был у меня на побегушках в колледже Все правильно Рад тебя видеть Я сейчас заплачу Капитан Дефанс будет заниматься аэрофотосъемкой Капитан Дефанс, вот Ваш пилот, лейтенант Гарольд Грин Привет Привет Я здесь всего на две недели, а потом меня переведут Что смешного? Обычно фотографы задерживаются у нас дней на восемь Когда летишь низко и медленно, держишь камеру, а не пулемет Ладно, Ванючка, оставь его Но он же должен знать Ничего, все нормально Значит, восемь дней Гарольд отличный пилот, с тобой все будет в порядке Да уж Гарольд отличный пилот, с тобой все будет в порядке Так, все встали около самолета Да, ладно, 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 ладно Это Шарль Нюнджесер, французский ас. Самый лучший в эскадрилье. Похоже, ему досталось. Ты просто обожаешь фотографироваться. Уж я это знаю. Идем. Итак, улыбочку. Генералу Нивель необходимы фотоснимки оборонительных укреплений на сортировочной станции в Хамме. Это здесь. В 40 километрах за линией фронта. Лейтенант Грин, эта задача возлагается на вас. И капитана Дефанс. Карл и Хоби, будете их прикрывать. Остальные делают отвлекающий маневр в секторе 2. Вылет через 15 минут. Это все, господа. Удачи. Смотри, не подведи малыш. Карл и Хоби! Смотри, не подведи малыш. Продолжение следует... 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 Нет, нет, нет. Просыпайся, приятель. Мы на месте. Это Ганновер. Я же сказал, что доставлю тебя. А где ты меня заберешь? Видишь? Там развалины Крупштейна. Встречаемся на поле за ним сегодня вечером. Готов прыгать? Но я ни разу не прыгал с парашютом. Это просто. Держи ноги вместе, согни колени и будь готов к перекату. Прыгай. Не могу. Я сказал, прыгай. Не забудь дернуть за кольцо. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вы здесь делаете? Меня зовут Фридс Диффенбахер. Я бизнесмен. Покажите ваши документы. А, да, да. Да, вот. Это что такое? А, да. Отель Франц Иосиф. А, да, 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 да. Макс. 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 Да? Чем могу помочь? Вы Макс? Да. У вас забронирован номер? Далеко отсюда. До Гавра. Так вы капитан Ди. Фокер еще здесь? Фокер еще здесь? Да. В расписании произошли изменения. Он уезжает? Да. Попробуйте его задержать, пока я не достану письмо. Хорошо. Извините, Герр Фокер. Здесь один господин хочет поговорить с вами. Он упомянул какое-то незаконченное дело. Что? И где он? Герр Фокер, поторопитесь, пожалуйста. Мы опаздываем на поезд. Да, да, иду. Спасибо, Макс. Благодарю вас. Нашел. Куда они поехали? На поезд до Альхорна. Где станция? Может, я успею до отхода поезда? Может, и успеешь, но поговорить вряд ли удастся. За ним следят. Тогда я тоже сяду на поезд. И попробую заговориться, когда он пойдет в туалет. Постойте. Что? Возьмите мой велосипед. Отлично. Здесь можно срезать путь. Так, вступайте к развалинам Крупштейна. Там вы найдете Шарли Нюнджессера и его биплан. Что мне делать, если вы не вернетесь до вечера? Импровизируйте. Ганновер, Альхорн. Стойте! У вас нет билета. Мне нужен билет до Альхорна. Вы должны пройти в кассу. Стойте! Вот. Вы должны купить билет. Альхорне! Продолжение следует... Продолжение следует... Официант! Официант! Простите, адмирал Вернер, но я не согласен с вами. Я считаю, что дни дирижаблей сочтены. Да, они слишком медлительны. И к тому же слишком уязвимы для зенитного огня. Для бомбардировки городов возможно. Официант Шнапс. Три Шнапса. Для эффективности надо использовать высотное бомбометание. А на это способны только самолеты. Прилетели, сбросили бомбы и быстро исчезли. У нас в Альхорне есть очень интересные разработки, которые мы хотим вам показать. Ваше участие в решении некоторых конструктивных задач было бы неоценено. Скажите, господин Фоккер, вы знаете Вилли Хаде Форсмана? Этого шведа? Разумеется. Он маньяк. Или гений. Да, да. Один из так называемых гений, которые всегда изобретают нечто безумное. Бронированный танк, одноместную субмарину. Думаю, его последнее изобретение поменяет ваше мнение. Да и ход войны. И что же это за секретное оружие? Извините, но я не могу вам сказать. Подождите, и вы сами все увидите в Альхорне. Надеюсь, поездка того стоит. В это время года на Северном море всегда холодно. Альхорн Альхорн Подождите. Что такое? Я слуга господина Фоккера, Фрис Киффенбахер. Мне верено ехать с вами. Мне никто не сказал. Что? Ладно, садитесь. Сколько туда добираться? Он уже должен быть на месте. Если ему удастся встретиться с Фоккером, к ночи он вернется. Хорошо бы. Потому что ночью мне придется улететь. С ним или без него. Слишком рискованно торчать здесь у всех на виду. А представляете, каково сейчас капитан Уди? Кто это? Кто это? Фрис Киффенбахер. Он с ними. Ваши документы. Конечно. Вот они. Порядок. Но у вас должен быть пропуск. Обязательно. Я скажу генералу. Так. Кто это? Нет. Я говорю! Ж jobbar! КОМНАТА ФОКЕР Господин Фокер, я капитан Ди. Вы получили мою записку? Что вы здесь делаете? Я сказал, что я ваш слуга. Заходите. Мы должны были встретиться в Ганновере. Да, но возникли некоторые трудности. И раз уж вы мой слуга, положите чемодан на кровать. У меня для вас письмо. Думаю, вы знаете, о чем оно. Надеюсь, французы понимают лучше англичан, сколько я стою. Это генерал фон Крамер. Прячьтесь, вас не должны видеть. Мне верили дождаться ответа. Вот вы где. А мы уж думали, вы ускользнули от нас. Кажется, вы еще не знакомы с нашим шведским другом. Виллихат Форсман. Форсман, это господин Энтони Фокер. Для меня большая честь. Так я понял, вы приготовили для меня сюрприз. Я не прочь развлечься. Развлечься? Я не собираюсь развлекать вас, господин Фокер. В Германии не вы один занимаетесь самолетами. Возможно. Но за пределами своего завода я мало что могу рекомендовать Германии для инвестиций. Вы работаете только над маленькими истребителями. Моя машина совершенно другого класса. Что ж, посмотрим. Для новой машины мы выбрали базу в Альхорне, поскольку сюда вряд ли доберутся вражеские лазутчики. Когда я смогу ее увидеть? Самолет прибудет на аэродром в четыре часа. К сожалению, из-за грозы вылет из пола был задержан. Но, как я понял, погода налаживается, так что... Внизу нас ждут напитки и закуски. А потом мы совершим экскурсию на водородный завод. Тогда вперед. По-моему, наши ручные львы недолюбливают друг друга. Подождите, пока Фоккер увидит гигантского пола. Вот когда шерсть полетит клочьями. Управляющему отеля Франц Иосиф, Ганновер, Германия, «Прошу забронировать для меня номер в ночь на 7 апреля». Искренне ваш, фриц Диффенбахер. Военно-морская база в Альхорне. Письмо вручил. Жду ответа. На базе размещено секретное оружие, о котором я сообщу позднее. В случае провала... В случае провала необходимо продолжить расследование. Капитан Ди. Прошу прощения. Господин Фоккер просил меня отправить письмо, но у меня нет марок. Где можно... Давайте мне, я отправлю его с офицерской почтой. Спасибо. Здесь мы расщепляем воду, чтобы получить водород для дирижаблей. А вот там разрабатываем процесс очистки гелия. Если мы усовершенствуем метод, то сможем избавиться от взрывоопасного водорода. Так что я не советую вам курить здесь свои толстые сигары, господин Фоккер. Продолжение следует... Стоять! Что вы здесь делаете? Я здесь с господином Фоккером, авиаконструктором. Он разрешил мне прогуляться. Лучше возвращайтесь в свою комнату. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Заходите, быстро. Меня это не заинтересовало. Можно спросить, почему? Разумеется. Французы предложили мне не намного больше, чем англичане. Если бы они удвоили их предложение, я бы еще подумал. Но раз так... К тому же, вряд ли французы смогут предоставить мне такое же хорошее оборудование, как немцы. Но вы работаете на варваров, разжигателей войны. Вы создаете машины для убийства. Да ладно вам, капитан. Кажется, вас зовут капитан Ди. Вы приехали сюда, чтобы убедить меня продать свой талант французам. Но вы тоже хотите, чтобы я создавал машины для убийства, а не рождественские украшения. Да, но вряд ли вам безразлично, чему служат ваши изобретения, злу или добру. Немцы считают, что они представляют собой добро. А французы – зло. Я ученый, а не философ. Но, сэр, ради безопасности человечества... Человечество. Воины начинаются и заканчиваются. Человечество страдает, а знания и наука остаются. И хочу добавить. Правительства тратят миллионы на разработки военного оборудования, тогда как медицине не достается ни пенни даже в мирное время. Поэтому наука развивается во время войны. А когда война заканчивается, человечество пользуется ее достижениями. Вам пора уходить. Через полчаса мы идем смотреть изобретения Форсмана. Забирайте свой чемодан и уходите. И бога ради, смотрите, не попадитесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что вы здесь делаете? Меня ранили на прошлой неделе. У меня краткосрочный отпуск. Ничего серьезного. Мы пригласили его посмотреть на последнее изобретение Форсмана. Нам бы хотелось услышать мнение лучшего пилота Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Грандиозное событие, сэр. Совершенно верно. Я вас знаю? Я привел с адмиралом Вернером. Разумеется. Боюсь, я... Что вы, сэр? Всех ведь не упомнишь. Конечно, да столько людей. А у вас здесь голландские сигары? Да, господин Фоккер любезно подарил их мне. Не забудьте, что нельзя курить в запретной зоне. Из-за водорода. Ну, конечно, что вы. Но мне очень нравятся голландские сигары. Можно я украду у вас две-три штучки? Конечно, берите. Премного... Благодарен. Не за что. Шесть таких монстров-красавцев уже рассредоточены вдоль побережья. У меня на них большие планы. И британский флот скоро с ними познакомится. Не так ли, капитан? Вы правы, адмирал. Знаете, свой первый самолет на трубчатой раме я построил в ангаре для цепелинов в Баден-Бадене. А правда то, что говорят о синхронизированном пулемете и ветряке? Я вспомнил, как мальчишкой бросал камни между крыльями ветряной мельницы. Озарение, но очень практичное. Гениальности недостаточно, Форсман. Нужно быть еще и практичным. По-моему, я не практичный? Сейчас мы это узнаем. Вон он! Дреблан, гигантский пол. Что скажете, господин Фокер? Очень впечатляет. Там нет тросовой расчалки. Внутренняя часть фюзеляжа покрыта вторым слоем фанеры. С десятью двигателями и таким размахом крыльев проблем быть не должно. То, не знаю. Ладно! Субтитры делал DimaTorzok Вы согласны, господин Фокер? Возможно. Дайте мне поработать над ним. Я вдвое увеличу дальность полета. Генерал, вы правда хотите сбросить бомбы на Нью-Йорк? Да, но сначала мы сбросим листовки, чтобы убедить их отказаться от участия в войне, в которую им не стоило встревать. Стоять! Задержите этого человека! Он не из наших! Сводить его! Я же тогда его сбил! Что? Господи! Стоять! Нет! Бегите! Скорее вон отсюда! КОНЕЦ 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 Если я не вылечу немедленно, луна скроется, и кто знает, где я окажусь. Идем, заведешь пропеллер, как я показывал. КОНЕЦ Задание выполнено. Дави на газ. Отпусти в тормоза. Отлично. Расскажешь мне обо всем по дороге домой. От винта! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ